Ну что ж, всем привет! Мы снова здесь. Был коварный план в связи со всеми снегопадами приехать и подкопать все и вся. Но снега смотрите сами. Сейчас за эти дни еще и подтаяло. В общем, все дорожки я буду не прокапывать, а просто протаптывать. В связи с чем, собственно говоря, видимо основным родом деятельности будет просто почилить и отдохнуть. Ну и может быть запечатлеть вот этих вот друзей, которые прибегают на участок в ожидании каких-нибудь ништячков, которые могут от меня перепасть. Добро пожаловать в деревню. Вот она такая сельская жизнь. Я пока пью утренний кофе и наблюдаю в окно за прекрасной тишиной деревни. Подумал, что надо будет, ну во-первых, наверное, помыть стекла, но это скорее всего весной. Вернуться-таки к туям и немножко их подрезать. Я об этом уже не раз говорил, но сейчас прям какие-то он отдельно взятые хвостики прямо таким стремятся вон от основных, так сказать, линий и граней, которые мы сделали этим летом. И да, надо будет их убить от снега, потому что в прошлый раз они очень сильно провисли. Было некрасиво. В общем, они не поломались, но было как-то странно. Так что, наверное, делю время туем небольшое. Ну чего, я готов к труду и обороне. Давайте займемся вот этими вот торчащими веточками туй. Переусердствовать не будем, просто аккуратненько их возьмем и подровняем. Ну что, вроде стало поровнее. Отдельно взятые штучки еще торчат, но они, поскольку мы центр рубили, они, скажем так, если их срубить, то будет совсем пустовато. А так нормас. А по весняне как раз снова пойдут. И будет вообще шикардос. Здесь доволен. Вот думаю, с этими придумывать что-то или ладно, оставить до весны уж. Стремянку раскладывать, не раскладывать. В общем, как-то пока в сомнениях, на самом деле. Они тоже тут не сильно отросли. Наверное, их можно будет спокойно взять, тупачикать просто весной. Пока можно взять лопату и поубирать снег. Так. Продолжение следует... Ну что? Почистили, размялись. Вариант один. Придумывать, чем бы заняться ещё. Вариант два. Перейти к грилю и костру. Мне кажется, вариант два. Вполне себе отличный. Продолжение следует... Продолжение следует... красота то какая лепота зимушка зима пришла в наши края хорошо то как тихо спокойно снег под ногами скрипит совершенно замечательно и изумительно вот ради таких моментов и стоит выезжать из города так-то сегодня может быть и лопатой можно будет помахать не только на крылечке но и где-нибудь вокруг паркинга например имеет смысл наверное части снега сантиметром 2 выпало я смотрю вероятно имеет смысл так сказать чистку то начать а то там через неделю приедешь и это будет уже совсем другого рода толщина снега либо просто тупо утоптать все что кстати тоже вариант потому что тут особо лопаты ты поддевать и правда нечего у меня была идея какой-нибудь валик тяжелый сделать которым там песок укатывают утрамбовывают есть вариант сделать его из колотушек но что-то не уверен я в этом ладненько утренний кофе а там посмотрим еще у нас тут следующая история происходит есть ощущение что вот этот дружище вот перестал так сказать греть бак потому что когда мы температуру повышаем ничего не происходит и он холодный хотя холодным он быть по идее не должен с другой стороны нет ну он точно должен включаться здесь явно не 30 градусов на 30 градусов он не включается надо придумать какое-то какое-то костыльное решение так сказать для всего вот этого ну и да общая концепция мышки вроде как покушали вроде как покушали здесь вот снова видно их так скажем говно на самих мышек не видно нигде я их не застал так что наверно обновлю яд здесь вот и буду думать что делать как он правильно называется колорифил колорифил оттеплитель радиатор в общем короче начаться не делать будет не клёво если бак с водой подмерзнет на зиму я обнаружил на нем что-то типа предохранителя и теперь он наверное без света будет лучше видеть на вроде как работает вроде как нагрелся продолжаю наблюдение сегодняшние и соответственно буду надеяться что за сегодня он не отключится вопрос соответственно остается открытым насчет этого предохранителя хотя скорее всего не предохранитель а просто кнопка включения выключения но почему она была выключена непонятно хочется надеяться что эта кнопка включения выключения совмещенная с предохранителем потому что если здесь мыши научились его включать выключать то страшно сюда приезжать почему предохранитель могло вышибить непонятно потому что остальные радиаторы работали в общем продолжаю наблюдение собственно решил я немножко обозначить дорожки тропинки до парковку снега немного но просто хотя бы чуть-чуть загрести чтобы уже были некие границы которые потом будет легче чистить подумалось вот что наверное имеет смысл ворота сразу приоткрыть и сразу вычищать вовне все это чтобы был полноценный въезд ворота чуть примерзли но настоящему индейцу завсегда везде ништяк вот как то так и никакой грубой силы собственно чем мы имеем тропинку сделали здесь тоже снежок раскидал можно парковать хоть ламборджини если она сюда доедет теперь можно пойти разгрести у мангала собрать его собственно говоря ну что а теперь наверно мангал надо убрать так сказать взять и убрать вот как то так хотя давайте перенесемся проверим чего там с батареей у бака так у нас здесь видите лампочка не горит и эта штука у нас снова остывшая вот лампочка загорелась я снова тыкнул по предохранителю с другой теоретической стороны здесь в принципе вроде как не так уж холодно короче черт его знает наверное дадим ей еще один шанс дадим ей еще один шанс проверим если что придется дать что-то придумывать на ходу но мы обязательно что-нибудь придумаем это же мы окей через часик-два еще одна проверка прошло около часа батарея горячая и она стоило мне ее потрогать слушайте мне какая-то херня с контактом вот я ее трогаю у нас горелась слушайте мне какой-то датчик видимо как это сказать по-русски и не использовать нецензурную лексику видимо в ней какой-то датчик перестал работать давайте мы будем говорить вот так вот потому что сейчас она работает я хотел вам показать что лампочка горит выключил фонарик и вот погасла лампочка о зажглась лампочка чет короче с контактами там это не есть хорошо это не есть хорошо что мы можем с этим сделать да собственно говоря наверно ничем с этим сделать не можем с другой стороны если сейчас крутить температуру он включается если температуру убирать он выключается может быть все не так уж и плохо что мы должны сделать мы должны подождать вот он сейчас выключился я сейчас оставлю помещение с баком и батареи открытым чтобы здесь так сказать температура убралась и по идее он должен будет включиться давайте пройдем чуть позже ну дверцы я оставлял открытой чтобы проверить включается не включается наш радиатор и если сейчас будет видно в этой кромешной темноте он включается да это хорошо это хорошо теперь мы двери закроем и проверим выключается ли он а потом проверим включается ли он чтобы быть уверенными наверняка так что мы видим мы видим что как-то он странно мигает и что-то у меня есть ощущение что это не нормально так ставим свет этот мигающая лампочка погасла лампочка допустим делаем горячее она почему-то мигает но не горит хотя по идее должна брать и просто гореть выкручиваем максимум она не хочет выключили включили и она как-то тускло но горит послушайте честно говоря черт его знает чё с ним делать она вроде бы какие-то отдельные моменты отрабатывает нормально потом она отрабатывает ненормально никаких стикеров этом сзади не видел что посмотреть модель это просто сименс попытаюсь погуглить но 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 надо что-то делать что мы в итоге имеем дверь была открыта обогреватель как видно работает то есть когда температура явно ниже чем установлена он отрабатывает нормально после того как мы дверь закрываем и он добирается до нужной температуры он начинает работать как странно либо мне так кажется я думаю на сегодня мы тогда борьбу с ним прекращаем дверь закрываем и ждем так сказать что будет а в следующий приезд возьмем да и посмотрим так сказать работает он или нет сильных прям морозов там не будет я поэтому надеюсь что не должно здесь все промерзнуть настолько чтобы бак как-то совсем при совсем замерз тут этаж не отапливается но вроде как утепление это неплохое в общем на сегодня наверно все напишите комментарии что делать с батареи сет и как ее можно попробовать починить нужно ли ее чинить вообще может она реально работает и это просто так кипишу без тем в общем напишите комментарий лайк поставьте на канал подпишитесь в общем вы знаете что нужно делать до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok